Привет, меня зовут Александр Пухов, это Афиша НРБК. Я расскажу вам, как отдохнуть культурно на этой неделе. Холодная война Павликовского в кино, сериал братьев Коэнов в вашем ноутбуке и фестиваль виолончельной музыки в двух столицах. В эфире программа Афиша. Сначала может показаться, что мы в прачечной или на производстве, но нет. Это выставка современного художника Вима Дюльвуа. А вот этот аппарат – это имитация пищеварительной системы человека. Вот здесь поступает еда и вода, там наверху – желудок, здесь – кишечник. Отсюда подходят трубочки с кислотой и желудочным соком, ну а в самом финале, как вы понимаете, должен получиться очередной шедевр. Это работа Дюльвуа под названием «Клоака» – очередное размышление о пороках общества потребления и распространения их на территорию современного искусства. По иронии, получающиеся на выходе культурные экскременты, как и другие работы художника, пользуются хорошим спросом на арт-рынке. «Клоака», что была выставлена впервые в Бельгии, питалась блюдами из лучших ресторанов. Специально для московской выставки Дюльвуа собрал веганскую версию. В ее рационе только свежие овощи и фрукты. Еще одна работа, что принесла художнику мировую славу – «Татуированные свиньи». Для ее создания Вим организовал специальную ферму, где бил тату на спинах животных. По задумке автора, с ростом самих свиней площадь и, соответственно, цена работы увеличивалась. При создании таких экспонатов ни одна свинья не пострадала. Все животные умирали своей смертью. Кроме этого, на выставке в Москве можно увидеть боевые картофелеметы, мраморные барельефы с эпическими сюжетами из игры «Контр-страйк», серию скульптур на основе готических конструкций, а также остров гоночной Мазерати, расписанный традиционными арабскими орнаментами. Выставка «Вима Дюльвуа» продлится в галерее Гарри Татинсяна до 9 февраля. Чем еще заняться в ближайшие дни, расскажем прямо сейчас. С четверга в российском прокате фильм «Холодная война» Павла Павликовского. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» и получила приз за лучшую режиссуру в этом году в Каннах. По словам критиков, она претендует на «Оскар», как и предыдущий фильм Павликовского «Ида». Действие картины происходит в послевоенной Европе и СССР. История любви музыканта и деревенской певицы начинается в 49-м году на прослушивании в народный ансамбль и длится 20 лет. Влюбленные будут встречаться то в Германии, то во Франции, то в Польше. Павликовский посвятил картину своим родителям, которые эмигрировали из Польши в Великобританию, спасаясь от коммунистического режима. История любви на руинах после войны Европы во всех кинотеатрах страны с четверга. На этой и следующей неделе в Москве и Петербурге продолжается 10-й ежегодный музыкальный фестиваль «Вива челла». Он посвящен виолончельной музыке. Традиционно, кроме концертов, в рамках проекта проходят и мастер-классы от исполнителей. В субботу в Московском мультимедиа-арт-музее выступит дуэт «Дип Стрингс» из Германии. «Дип Стрингс» — это Штефан Браун, он играет на виолончели, перкуссии и электронных инструментах. И виолончелистка Анна Кристин Шварц, отвечающая из вокал. Дуэт экспериментирует с джазом и классикой и ищет новое звучание знакомых произведений. В среду на следующей неделе в концертном зале «Парка Зарядье» прозвучит «Бахиана». Эта программа посвящена новому прочтению произведений Баха, переложенных для виолончели, фортепиано, саксофона и ударных. Закроется фестиваль в следующую пятницу, 23 ноября, в концертном зале Чайковского. Здесь прозвучит концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор Людвига Ван Бетховена, а также «Дон Кихот» Рихарда Штрауса. В пятницу в сети премьера сериала «Братьев Коэнов» баллада «Бастерас Кракса». Киноверсия проекта получила «Золотого льва» за лучший сценарий в этом году в Венеции. «Братья Коэны» выступили в киноальмонахе сразу и режиссерами, и продюсерами. Я могу развлечь вас небольшой историей. Сериальный формат — это шесть эпизодов, посвященных Дикому Западу. Их объединяет персонаж Тима Блейка Нельсона. Джеймс Франко здесь грабит поезд, Лиэм Ниссон играет странствующего антрепренера, Том Уэйтс ищет золото, а Зоя Казан едет к возможному супругу. Ну, не мы. Увидеть мир Дикого Запада глазами «Братьев Коэнов» можно, начиная с этой пятницы, во всех ноутбуках страны. Это была афиша НРБК. Работайте над своим отдыхом. Первый раз.